Добрый день! У нас связь из-за студии имени Степашкина и ее преподаватель Вишнякова Татьяна Викторовна. Сегодня в условиях мастерской мне хотелось бы вам рассказать об очень простом и интересном приеме освещения ваших постановок. При помощи обычного софита и драпировок ткани. Ткани могут быть разного оттенка. Самая главная их особенность, чтобы они у нас были легкими, полупрозрачными. То есть полупрозрачный какой-то голубой, синий, зеленоватый шифоновый платок. Может быть симпатичный какой-то капроновый шарфик. Дальше я покажу, каких световых, очень интересных, необычных эффектов можно добиться при помощи софита и ткани. Обратите внимание, как в условиях мастерской можно затонировать освещение у софита. Обратите внимание, как интересно красноватый оттенок дает такую освещенность, необычную, на металлические предметы. Медный чайник как будто становится розоватым. Дальше. Дальше. Продолжение следует... 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 Эта постановка будет писаться с таким эффектом под старину И теперь софит обмотанный синим И теперь обратите внимание, как категорически поменялись оттенки меди и бутылки Вся постановка залита холодным светом Сейчас софит завернут в зеленоватую драпировку И обратите внимание, как этот зеленый меняет цвет чайника Иногда есть задача приглушенно-рассеянного света Здесь два варианта Можно, конечно, софит не использовать вообще Или если мы все-таки хотим подчеркнуть вот такие глубокие тени Которые идут у нас за кувшином Вот сейчас у нас стали блики розоватые Вы, наверное, догадываетесь, что я вот здесь разместила розоватую драпировку Вот таких вот очень много интересных и красивых эффектов Можно достичь очень простыми способами И важно сказать о том, что данный прием, конечно, невозможно использовать с софитами Где стоят обычные лампы накаливания, которые очень сильно нагреваются Наши студийные софиты Они последнего поколения на светодиодах И они, конечно, совершенно не греются Подписывайтесь на наш канал Ставьте лайки Всего хорошего!